В Узбекистане продолжается сбор хлопка, в котором обязано участвовать практически все население, будь то школьники, врачи или учителя. Пока урожай не будет собран, все бюджетные структуры вынуждены работать в режиме ограниченного графика. Кроме них, власти стали принуждать к сбору хлопка и частных предпринимателей. В редакцию Азатыха попали кадры любительской съемки. На них полицейские закрывают небольшой магазин, где принимается оплата за различные услуги через систему Paynet. Это пример политики властей, которые считают, что от уборки хлопка людей не должно отвлекать ничто, даже обязательная и своевременная оплата коммунальных услуг и телефонной связи. В Душанбе заявлено о предстоящем открытии первого в Таджикистане детского сада для слабослышащих детей и детей с проблемами речи. Детский сад будет функционировать при специальной средней школе для детей с такими же проблемами здоровья. Тоже пока единственным учебным заведением подобного рода в стране. Школу сегодня посещают 180 учеников со всей республики. В столице Туркменистана Аш-Габаде открылась международная выставка-ярмарка «Книга. Путь к сотрудничеству и прогрессу». По словам организаторов, а это Туркменская государственная издательская служба и Торгово-промышленная палата страны, в ярмарке участвуют свыше 150 представителей-издателей деловых и литературных кругов из более 20 стран мира. В течение двух дней они обменяются опытом издательского дела, внедрением новейших технологий в производство книжной и другой полиграфической продукции. Жители провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане в поддержку мира в регионе организовали футбольный турнир. В соревнованиях участвует 40 команд. Часть провинции находится под контролем исламистов из группировки «Лашкар и Ислам». Её позиции подвергаются обстрелам со стороны военно-воздушных сил Пакистана. В Кабуле всё большую популярность среди молодёжи приобретает пейнтбол. Несмотря на то, что вот уже почти три десятилетия здесь практически ежедневно происходят настоящие перестрелки, желающих поиграть в так называемые стрелялки немало. Владелец одного из кабульских клубов Юсуф Кареми создал свой бизнес полгода назад. Говорит, что на открытие клуба вложил почти 70 тысяч долларов и далее собирается открыть такие же развлекательные заведения в других городах страны. Час игры в пейнтбол в его клубе стоит 6 долларов. С этими и другими новостями Центральной Азии вы также сможете ознакомиться на нашем сайте рус.азатых.кейджи.